Всем доброго времени суток! В этом видео я покажу, как я сделал детский уголок из труб, имея небольшой опыт в сварочных работах. И расскажу о некоторых нюансах, с которыми я столкнулся при сварке каркаса из труб, знания которых вам может пригодиться. Для отпиливания трубы под углом 90 градусов, возьмите лист бумаги А4 и обверните им трубу так, чтобы при каждом последующем обороте края листа были параллельны друг другу. По краю листа мелом отметьте линию пропила. Продолжение следует... Для обрезки трубы сначала нанесите разметку. В данном случае труба 32 мм. Я отступал 10 мм. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если отпилить лишнего, будет зазор, но его можно устранить. Необходимо поставить трубу спазом перпендикулярно на трубу того же диаметра и сверху ударить по ней кувалдой. Сначала я сварил прямоугольник, это будет верх конструкции. Затем по двум уголкам я выставил и приварил стойки. Для четырех усилителей сверху использовал полоски металла толщиной 3 миллиметра. Изначально не было определенного чертежа, лестницу и расположение остальных элементов придумывал на ходу. После окончания сварочных работ толстым отрезным диском я зачистил и зашлифовал сварные швы. Далее приступил к снятию ржавчины. Для этого сначала использовал лепестковый диск. Чищает ржавчину он отлично, но на трубе захватывает слишком малую площадь, от этого процесс затягивался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я решил воспользоваться насадкой на болгарку с металлической щеткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Процесс пошел быстрее, но она создает сильную вибрацию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее нанес шпатлевку, практически на все стыки, неровности и сварочные швы. Использовал на вол универсальную, ее можно наносить сразу на металл. После высыхания, у меня заняло это около 30 минут, я обработал шпатлевку 80-й наждачной бумагой. Субтитры создавал DimaTorzok Далее я обработал конструкцию преобразователем ржавчины. После его высыхания обезжирил и приступил к покраске. Использовал 4 цвета универсальной эмали. На улице были морозы, в гараже топил немного. Температура в помещении колебалась от плюс 10 утром до плюс 15 к вечеру. В подобных условиях советую использовать акриловую либо нитрокраску. Для полу второго этажа я использовал обрезанную доску толщиной 20 мм. Шлифовал ее вручную бруском. Сначала с 80-й наждачной бумагой, затем со 180-й. Все дополнительные элементы, которые можно внести в конструкцию, зависят только от вашей фантазии. Также необходимо закрепить конструкцию к полу, либо к стене хомутами. Спасибо за внимание.